Добрый вечер! В эфире программа «После новостей». Я Ольга Тепляшина. Сегодня будем говорить на интересную, злободневную и достаточно сложную для многих для понимания тему. Миллионы людей по всему миру тапают в хомяка. Что это такое? Нажимают в телефоне на картинку с хомяком, который даже не двигается. Мы про это уже рассказывали в новостях и сегодня вместе с экспертом попытаемся разобраться, зачем это нужно, как вот эти виртуальные деньги, можно ли их вывести и какую пользу или вообще что это приносит и проявлением чего это является. Ну и вообще поговорим про рынок криптовалюты. В нашей студии Александр Сальников, эксперт в сфере криптовалют. Добрый вечер! Добрый вечер, Ольга! Ну давайте вот собственно с хомяка и начнем. Мы уже несколько дней вот все тут с коллегами обсуждаем эту тему. Это приложение в Телеграме. Все правильно. Где на картиночке хомяк и люди на него просто нажимают. Ничего, даже играть ни во что собственно не надо. Ты просто нажимаешь и хомяк таким образом приобретает там какую-то новую одежку. Делает определенные апгрейды, да. Вот. Зачем это нужно? Потому что, ну там за это идут какие-то виртуальные денюжки. А можно ли их вывести? В чем здесь смысл вообще? Ну давайте более каким-то простым языком, да, попытаюсь рассказать. Во-первых, это не просто тапанье. Людям предложена очень интересная игровая механика. Изначально главный посыл, который транслируется от компании, от команды, да, к людям, они говорят, что, ребят, вы можете быть хозяином криптобиржи и прокачать свою криптобиржу, соответственно, изменяя ранг своего хомяка, да, вы становитесь круче, тем самым богате, да, и у вас вот товарооборот на вашей бирже, он постоянно растет. И вот эти вот игровые механики, очень легкие, они затягивают людей в эту игровую, да, такую среду, и люди, причем им сразу изначально сказали, что мы за это вам ничего пока не обещаем, и возможно, даже никогда мы вам денег не заплатим, но вы, в принципе, можете поиграться. И вот эта легкая геймификация и удержание клиента, да, предлагая разные внутриигровые механики, показала очень бешеный рост по пользовательской базе, и сегодня хомяки – это тот стартап в мире, который там за три месяца существования набрал 120 с плюсом миллионов пользователей. Смотрите, там толком ничего не происходит, реальных денег это пока не приносит, игры как таковой, ну вот прям игры нет. Она есть. Ну, зачем люди это делают? Как это стало модным? Вообще есть рынок кликеров, то есть я читал аналитический отчет, есть рынок кликеров, и в веб-два интернете, это тот интернет, которым мы с вами пользуемся, да, уже этот рынок, он является многомиллионным долларовым рынком, и эти продукты, они существовали всегда. Да, люди всегда залипали в своем гаджете, играли в какие-то игры, строили какие-то разные фермы, да, еще и плюсом покупали какие-то внутренние коины за рубли, чтобы прокачивать свои вот фермы. Ну, как делают, вот видите, вот где вселенная строит, и так далее. Этот рынок, он уже существовал по факту, просто этот рынок приобрел абсолютно такое новое решение, да, появились блокчейн-технологии, и, соответственно, вот из веб-два интернета мы сегодня эволюционно переходим в стадию интернета веб-3. А что это такое? Объясните, пожалуйста. Вот веб-два интернет, тот, который 20 лет мы с вами пользуемся, да, он сегодня централизован очень сильно, и по факту та цифровая ценность, которую мы там делаем в виде своего цифрового контента, мы прокачиваем в соцсети, мы набираем трафики людей в соцсети, да, то, что позволяет нам монетизироваться как-то, это нам по факту не принадлежит. Все, наверное, убедились в этом, когда Инстаграм заблокировал пользователей России. Все люди поняли, что... Запрещенная в России организация. Да, запрещенная в России организация, да. Они поняли, что вот то, что они десятилетиям создавали, это им по факту не принадлежит. Так и получается, да, что сегодня все, что мы создаем в виде контента, это находится на серверах Гуглов, Амазонов, IBM, Microsoft, и это управление, наоборот, нами, да, как персоналиями, корпорациями. Они считывают наше поведение и могут как-то маркетинг разворачивать. А чем это может... А веб-3, это про другую историю. Здесь веб-3, это про интернет, в основе которого лежат блокчейн-технологии. И вот все, что связано сегодня с рынком криптовалют, это все про внедрение вот этой технологии, которая сегодня отдают больше важности, чем интернету. То есть мы понимаем сегодня, насколько интернет привнес изменения в нашу жизнь, насколько он влияет сегодня на ведение бизнеса, на нашу коммуникацию с вами. И блокчейн-технология привнесет еще больше изменений. И это еще быстрее интегрированная технология. Сегодня, если интернету понадобилось 20 лет, чтобы он себя, так скажем, проявил и захватил все, то блокчейн-технологии существует с 2009 года. Первое, криптовалюта биткоин появилась. Соответственно, период внедрения сокращается. И вот мы стоим сегодня, как раз вот такая механика, как тапание, как вот эти все гемификация. Это как раз то, что будет большую пользовательскую базу знакомить с рынком криптовалют и переводить их в пространство веб-3. Как пользователей? Многие компании, начиная от супермаркетов и до каких-то больших корпораций более сложных, они строят именно на... Гемификация это называется. Да-да-да, на игропрактике. Это сейчас очень популярное направление, потому что все люди любят играть, это известно. Я видела, у вас в телефоне тоже этот хомяк живет. А сколько вы там натапали? Ваш же с собой телефон. Да, у меня, я его оставил там, да. У меня, смотрите, команда заявила о том, что, во-первых, разные игровые механики есть у разных продуктов. А Хамстер Комбат это не одна компания какая-то, есть разные названия, там есть и Блюм, там, Ноткоин, да. Вот, и везде разные механики. Но Хамстер это, собственно, хомяк и есть по-английски, но если вдруг... Да-да, Хамстер Комбат это бои хомяков, типа, да. И, соответственно, вот эта вот игровая механика, и команда об этом официально заявила, что учитываться, когда будет аэрдроп, аэрдроп это как раз вот эти поинты в виде циферок на экране, они будут конвертироваться в реальную криптовалюту, когда она создастся. Но тогда сразу вопрос, а чем это обеспечено? Откуда эти деньги возьмутся? Смотрите, если кто-то думает, что просто человек тапает и там под капотом, да, нету ничего, это неправильно, потому что... Кто-то же, огромное количество людей работает, кто-то же эти одежки там тоже рисует. Это команды разработчиков, это продакт-менеджеры, это стратеги, которые четко понимают, куда они ведут этого клиента. Но они-то от нас получают только тапание и наше время. Они получают внимание, мы наделяем их бизнес-процесс своим вниманием, мы готовы туда заходить постоянно, они нас удерживают на том, что они нам что-то дадут безоплатно. Люди любят халявку, да, они сами вкручиваются в эту игру. И, соответственно, когда у компании сегодня 120 миллионов пользователей, к ней как компании обращаются глобальные игроки криптоотрасли в виде биржи Bybit, Binance, BingX и так далее. И они платят им деньги за то, чтобы они внутри Хамстера и вот этих карточек игровых механиках показывали и учили пользователей, знакомились с биржами. Как не прогореть на этом хомяке, например? Ну какая это игра? Как люди могут прогореть, если они ни за что не заплатили? Так. Никак. Это априори нельзя так считать, что ты можешь там что-то потерять. Ты тратишь только свое время, да, но драгоценный самый ресурс нашей жизни, но ты же сам вправе выбирать, куда тебе... Какого времени тратите в день на то, что я видела у вас там 7 тысяч с чем-то или 7 миллионов? Не-не-не, у меня товарооборот, у меня пассив в час составляет миллион триста пятьдесят. То есть там нужно прокачивать именно пассивную прибыль в час. Это прям очень сложно уже для понимания без визуализации. В общем, он прокачанный, у меня аккаунт прокачанный, да. Какой дробь я получу от этого, мне на самом деле не так это интересно. Мне интересно разбираться профессионально с точки зрения маркетинговых стратегий и развития. Какой момент это может перерасти в какие-то реальные деньги, которые можно вывести? Анонс от компании это сентябрь, то есть я думаю, что ближе к осени они уже начнут готовить людей. Да, они уже соберут, я думаю, 150 где-то, может даже 200 миллионов пользователей и начнут уже заявлять о токеномике. Опять же, когда они скажут про создание токеномики, они скажут, где это можно забрать и что нужно сделать. И тогда массово люди... Но человеку все равно нужно будет иметь уже криптокошелек, там они... Они вот как раз, они потом следующим шагом скажут, и уже я это сделал, вы можете зайти и привязать свой кошелек блокчейна Тон. Это новое знакомство для пользователя. Он зашел, представляете, поиграть в какого-то хомяка, и чтобы ему забрать свою даже тысячу рублей, которую ему там готовы дать, он пойдет ее забирать. Но он обучится, у него появится криптокошелек, он разберется, как с этим пользоваться. У него появится криптобиржа, и он поймет и научится, как с биржевым терминалом пользоваться. И это обучает. Это станет проще для понимания рядового пользователя, потому что это пугает, потому что непонятно. Но здесь пробел нужно закрывать только знаниями и практикой. Криптовалюта, какое будущее вы ей прогнозируете? Оно, криптовалюта, как и интернет, оно будет повсеместно использоваться, и все мы будем соприкасаться с блокчейн-технологией, но большинство людей даже не будут понимать. Они будут видеть внешнюю оболочку, они будут юзать очень удобный какой-то сервис или приложение, но они даже не будут понимать, что внутри там у них данные шифруются, хэши-транзакции там есть, и все-все-все уже на блокчейне. Наговорили опять много умных слов. Много непонятных, да? Нет, отчасти понятно, конечно, но большинство наших зрителей, и мы в этом только разбираемся, получается, потому что мы в это не погружены, как вы, ежедневно. Какое образование, какие знания нужно иметь? Вот сейчас подростки же активно с этим хомяком живут. Врачи уже вообще бьют тревогу, говорят, слишком много времени они занимаются, однообразными движениями. И врачи с системным мышлением. Что бы вы посоветовали для того, чтобы этот процесс был хоть какой-то осознанный, не знаю, контролируемый, да? Так, да. Ну, мы сами распоряжаемся, куда мы направляем свою энергию, куда мы тратим свое время. Поэтому, если стоит выбор между двух зол, так скажем, да, и мы можем просто скроллить тупо шорцы на ютубе, или мы можем потапать хомяка и поучаствовать в какой-то интересной истории, как минимум разобраться с криптовалютой, чуть-чуть познакомиться и еще и что-то за это получить. Ну, конечно, я бы лучше потапал хомяка, чем просто не нужно контент. Но получим или нет, это еще пока вопрос. Насколько эта валюта безопасна вот сейчас? Потому что такое ощущение, что это ничем никем не контролируется. И это где-то над всей ситуацией. И вот такая, да. В целом, рынок криптовалют. Да, да, да. Потому что мы видим, как крушатся биржи. Мы там слушали и увидели. Да, была крупнейшая биржа, FTX, да, два года назад, конечно, она ушла, миллиарды потери, долларов, да, люди понесли. Но, смотрите, приходя в абсолютно новый рынок и работая с новой такой сущностью в этом мире, да, криптоэкономикой, конечно, человек должен понимать, что там есть определенные правила игры. И если человек врывается с двух ног в непонятную такую историю, в непонятную среду, без должных знаний, без должных навыков, конечно, он может стать тем самым хомяком, да, и потерять свои сбережения. Александр, вот у нас уже играет музыка, да, последний вопрос. А если у нас там исчезнут все сигналы, спутники, не знаю, рухнет? Это невыгодно. Как мы будем? Это происходит, и элемент такой уже происходит, кабеля в каналах пилятся, как бы, да, страны отключаются, это создает какую-то дестабилизацию на мировой арене, да, в экономике, вот. Но это им самим невыгодно, это может быть только поводом для перезакупа, для краха фондового рынка. То есть это уже в любом случае будет существовать? Потом включится интернет, и крипта, у кого была, она там и останется. Ну что, спасибо большое, жалко, у нас мало времени, потому что интересно было бы поразбираться в этом, тем более, что это вот такой отклик у аудитории находит. Спасибо большое, напомню нашим зрителям, что сегодня мы говорили про криптовалюту и про модную игру Hamster Combat. Александр Сальников, эксперт в сфере криптовалют, был сегодня гостем нашей программы. Спасибо за комментарии. Это программа «После новостей». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин